коллеги добрый день мы продолжаем работать в торговой сети зеленое яблоко это город махачкала мы работаем в дагестане и отдельный момент что никакие магазины как прочим и наша экспедиция retail невозможно без партнеров и сегодня у меня есть очередной раз возможность поговорить с поставщиком данном случае именно поставщиком услуга именно создание этого концепта и рядом со мной андрей иванов эксперт по магазине строения retail studio argo андрей добрый день добрый день наталья знаете это тот момент когда мы наконец-то начинаем разговаривать о тех вещах которые обычно остаются за кадром андрей расскажите мне пожалуйста про то как давно вы как эксперт уже магазин настроение как и давно работаете бритейли для того чтобы обозначить ключевые мехи развития вас как и специалиста я уже 14 лет работаю в ритейле мною моими коллегами было создано достаточно большое количество проектов более ста поэтому определенную экспертизу все-таки имею но на самом деле то что мы сейчас находимся здесь именно в этом проекте магазине а я надо сказать вас есть возможность посмотреть как интервью с операционным директором формата сети зеленое яблоко так и уже и видеорепортажи так что смотрите наши эфиры изучайте но мы находимся в особом сейчас проекте потому что очень серьезно отличается от того что вы увидите в классических магазинах зеленого яблока почему этот проект андрей стал именно таким какие предпосылки были того что он вот оказался совершенно не похожим на при на основные магазины зеленого яблока тут история для нашей компании была достаточно интересная с коллегами зеленого яблока мы работаем достаточно давно порядка шести лет мы помогаем в различных вопросах от исследования локации до технологического проектирования но с точки зрения дизайна коллегам до этого объекта поможет не нужна была потому что все магазины зеленое яблоко выглядят очень интересно и самобытно только шатер на каспийске чего стоит так вот осенью 21 года коллеги нас пригласили необходимо было разработать очередной супермаркет для сети именно с точки зрения технологий и на этой встрече также речь зашла о планах развития и разговор плавно перетек как раз к этому объекту на тот момент объект проект по объекту был готов практически полностью то есть были уже сделаны и технологические решения и даже дизайн проект но коллеги посетовали что называется не лежит душа к тому чтобы получается и нет желания реализовывать это очень важно же когда вот называется не веришь проект да есть такое мы посмотрели его и в ходе обсуждения причем обсуждение было достаточно бурным мы выяснили что это место всегда было связано с автомобилями здесь продавались автомобили и вся махачкала называют его не иначе как автодом когда прозвучало это название у нас сразу родилась концепция проекта мы ее представили коллегам и она была практически сразу принята в нашу задачу конкретно в этом проекте входили как раз дизайн решения адаптации технологических решений основываясь на нашем опыте и лучших практиках магазина строения но надо отметить что это довольно сложно пространство в котором мы рабы на сейчас находимся это это конечно с одной стороны воздух потому что высота потолков большая но с другой стороны это очень такие серьезные планировочные решения которые нужно решить для того чтобы погрузить этот полочное пространство которое должно быть и соблюсти высоту света но то есть я при отлично понимаю что здесь очень много поработали так вот в чем же заключалась основная сложность при проектировании именно этого объекта отметьте их и поделитесь коллегами на самом деле с точки зрения архитектуры и конструктивных особенностей объект нельзя его было нельзя его назвать сложным он как раз был интересным потому что можно было поработать на разных уровнях поработать с оборудованием то есть он предполагал достаточно широкие возможности именно с точки зрения проектирования и практически никак не ограничивал с точки зрения дизайна вообще у нас достаточно большой опыт проектирования мы проектировали разные объекты от небольших конвинионов до больших гипермаркетов поэтому особенных сложностей здесь не испытывали здесь как раз было интересно а вот основная сложность заключалась в том что мы подключились проекту достаточно поздно но на тот момент были уже проработанные технологические решения и даже заказанная часть оборудования а мы привыкли подходить к проекту комплексно мы стараемся сначала провести исследование локации понять нашу целевую аудиторию проработать ядро предложения ядро нашего ценностного предложения и уже основываясь на этом мы делаем технологическое проектирование только потом переходим дизайн ну это этапность который надо следовать в данном случае мы зашли как раз как раз на этапе дизайна и нам приходилось встраиваться в те решения которые уже проработали коллеги и в тех местах когда мы считали необходимым внести изменения с учетом того что даже оборудование уже какая-то часть была заказана изменения продвигались достаточно сложно тем не менее нам удалось изменить решение по пекарне достаточно сильно расширить представленность охлажденного мяса добавив фишек и различных опций ну и также мы поработали с другими группами товаров но допустим организовали центральный проход вот эту вот ту самую акционную зону которую вы видите при входе все-таки тематика такой вот лофт очень много железа вот все это реально контраст тем что я видела в других магазинах я понимаю что тема авто она прямо идет да но все-таки вот выбирали ли еще какие-то концепты или все-таки только автодом почему выбрали именно тем на что опирались у коллег было разработано насколько я помню два концепта до этого и ну что называется ни один не зашел видимо хотелось чего-то другого нового в восточном стиле в принципе уже на тот момент было реализовано 8 объектов хотелось каких-то изменений хотелось немножко освежить подход видимо у коллег ну и плюс как я уже сказал ранее это место вся махачкала называют автодом и а есть такое выражение если не можешь предотвратить безобразие возглавь его поэтому мы решили что раз это автодом то это должен быть автодом на самом деле у нас сегодня такой все-таки некоторый кулуарный разговор которую мы записываем для коллег в отрасли и надеюсь что у вас будет желание продолжать такого рода истории для нас рассказывать под не поддерживается потому что я считаю что об этом точно нужно разговаривать подводные камни позволяет поделиться своим наработанным опытом и действительно дать возможность дальше развиваться нашим партнером нашим коллегам по рынку и конечно же бывает так что в реальность который вы вернет ту реальность который вы придумали в проекте сильно расходится с реализацией что-то не получается потому что вам не знаю строители решили что так невозможно как выкручиваетесь и вообще приходится ли выкручиваться или как вы решаете эти вопросы вот каждом конкретном объекте ну вот данный случай на примере этого конечно все бывает бывают оплошности строителей и делочников но тут видите ли в чем дело нам удалось собрать команду профессионалов с большим бэкграундом не только проектирование но и реализации подобных проектов у нас за плечами большое количество объектов реализованных своими руками поэтому мы знаем все подводные камни которые могут встретиться на пути реализации и именно с этой точки зрения стараемся делать максимально подробные проекты максимально подробно этих техническое задание мы делаем очень подробные спецификации как на технологическое оборудование холодильные другое так и на материалы отделки мы указываем обязательно артикула материалов и их объемы мы достаточно детально описываем все нестандартные элементы и именно потому что мы делаем настолько детальные проекты мы уверены в том что реализация в этом случае пройдет гладко но есть другой нюанс некоторые наши партнеры заказчики они пытаются экономить деньги уже после получения проекта пытаясь заменить какие-то единицы оборудования или отделочные материалы пытаются менять конструктивные решения нестандартных элементов в этом и кроется главная опасность нам проект попросту в итоге может не сойтись поэтому главный совет при реализации ни в коем случае не пытаться экономить озвучивайте свои опасения на этапе проектирования и разработки дизайн-проекта потому что люди работающие с этим профессионально профессионально делающие технологические решения или дизайн решения они помогут вам сэкономить таким образом сократить бюджеты чтобы концепция в итоге не развалилась и для коллег у которых не так много опыта в реализации подобных историй мы предоставляем услугу авторского надзора тогда за все мероприятие отвечаем именно мы в том числе и за его успех я понимаю отлично понимаю что буквально не там вывод электричество или не там вывод воды и все посыпался проект потому что переделывать потом штробить заново вот эти великолепные например полы какие затраты не могу не поговорить про освещение мы уже пошли по магазинам и есть явно давно сделанные магазины где-то сразу понимаешь что ты заходишь ну так это чтобы уставший проект но вот это явно было давно да и наоборот приходишь в магазин и светлые прозрачные много света как здесь все таки высота потолков здесь сколько здесь высота потолков в самой высокой точке насколько я помню 11 метров чуть больше 11 минут ну да тут много тут деревья есть и тут мини-город такой хлебная лавка да все это красиво как решали вопросы с светом сколько вообще вот история просвета вашим ваших вот проектах она сколько времени занимает насколько серьезную часть поделитесь пожалуйста правильно вы отметили что освещение это наверное один из главных факторов восприятия всего объекта да то есть может быть дизайн может дизайна не быть и и так далее но тот самый волшебный эффект при выкладке товара при его визуализации будь то хлеб или кусок мяса рыба выложенная на лед этот эффект добивается только кропотливой работы со светом на самом деле нам очень повезло у нас есть на специалисты обладающие подобными компетенциями и как раз на их плечи ложится проработка всего этих светотехнического проекта помимо этого мы эти проекты также профессионально реализуем потому что являемся в том числе поставщиками интеграторами светотехнического оборудования сколько времени заняла реализация данного проекта вот от того разговора который вдруг случился и до момента когда вы вошли уже созданное пространство но с 21 года прошло уже более двух лет и если присмотреться мы можем увидеть что реализация еще не закончена проект технически как можно заметить очень сложным опять же такие вещи как подбор и доставка жука которого вы можете видеть на входной зоне в качестве декора они тоже занимают много времени кстати жука мы привезли из к ленинграду есть вообще подборка автомобилей которые там встречают людей на старте отдельная радость потому что действительно когда мы готовились к эфиру и когда мы готовились там с вопросами мы как раз фотографии подбирали в интернете на яндекс карта где очень многие посетители которые дают отзывы на данный магазин выкладывать свои фотографии и в принципе уже не сложно немножко представить как же именно выглядит этот магазин сейчас ритейлеры стараются привлекать покупателей вот такими вау эффектами там вот эти яркие там дам всю машину но все-таки как не переборщить с визуальным оформлением вот такими деталями ведь в это можно заиграться безусловно можно но здесь опять же нам помогает и нашим партнером как раз комплексность подхода когда вы четко понимаете кто является вашей целевой аудитории какие миссии они будут реализовывать вашем магазине когда у вас четко выстроены ядро предложение проработан ассортимент когда технологическое проектирование опирается на проработанный ассортимент и на покупательские петли которые позволяют с комфортом реализовать все покупательские миссии присущие данному объекту в таком случае с дизайном переборщить практически невозможно потому что вы четко понимаете кто ваш покупатель для кого вы это делаете какой покупательский опыт он должен получить придя в магазин за покупками но встречаются и ситуации наблюдаем иногда картину когда как вы говорите в угоду вау эффекта проектирование идет немножко по другому пути и наши коллеги по цеху создают безусловные шедевры дизайна но происходит это зачастую за счет удобства покупателя и эффективности торговых площадей мы считаем что такой подход он неприемлемый но на самом деле касаемо вот со все время вот такого спича на тему успешных магазинов вот все таки как создавать успешный магазин как создавать успешные магазины только комплексность подхода да то есть когда когда ты знаешь для кого ты это делаешь когда ты четко понимаешь что ты будешь предлагать тогда очень легко построить как раз и технологические решения потому что понимаешь путь покупателя по магазину понимаешь свой ассортимент когда ты понимаешь ассортимент очень легко можно подобрать оборудование да то есть когда есть база когда есть фундамент построена от покупателя тогда успех практически всегда гарантирован еще на на уже в завершении нашей такой стройки хотелось бы немножко советов да смотрите сейчас очень многие вещи которые придумываются они все равно ну скажем надо мало петля по магазину большая петля кто-то привыщен уже к этим форматом они в них поверили кто-то еще сомневается насколько правильно воспринимут это покупатели вот какие вы можете дать советы тем ритейлерам там ну вот создатели магазинов до который выбирает себе партнера для разработки подобных проектов потому что действительно зачастую не хватает на осмотренности или не хватает например ты просто времени погружаться во все эти детали вот на что важно обращать внимание при выборе партнеров наверное вы знаете как вот как постулаты не знаю там два-три момента чтобы сам магазин действительно получился современным позволяющим ближайшие 3-5 лет комфортно работать с тем дизайном и оборудованием которое вы предложили себе ну взяли к себе магазин наверное стоит отталкиваться при выборе партнеров стоит отталкиваться от подхода на что студии ориентируются какие учитывают параметры что называется не устану повторять что на мой взгляд здесь важна комплексность подхода потому что только проект построенный от покупателя позволит вам иметь тот самый фундамент успеха это же дорого но на самом деле это одно из возражений которые мы действительно имеем на самом деле не обязательно делать дорогой вычурный дизайн то не обязательно подходить именно так как подходит зеленое яблоко потому что здесь есть на самом деле национальные особенности и коллеги зеленое яблоко они подходят к этому моменту знаете не от построения стандартного магазина у которого срок окупаемости должен быть три года и не дня больше потому что вы иначе нам это будет неинтересно здесь магазин магазины делаются надолго здесь магазины делаются для покупателя и в этом их преимущество то есть в этом их сила вообще если возвращаться к вопросу мы в данном случае вообще читеры если так можно сказать потому что нам удалось собрать большую достаточно большую команду не профессионалов обладающую компетенциями в каждой области магазина строения и вообще продуктового ритейла то есть у нас есть профессионалы в маркетинге у нас есть люди профессионально занимающимися категорийным менеджментом и планограммирование да мы работаем с лучшими проектировщиками и дизайнерами российского ритейла наши технологии помогают коллегам поставить с нуля или расширить кулинарные производства производства продукции food to go это и пицца и суши и роллы и кебаб и шаверма но все тренды да все основные тренды мы помогаем вывести хлебопекарное производство на совершенно другой уровень то есть это изварные подовые хлеба это мелкоштучная выпечка как на сдобном так и на слоеном тесте наши технологии по мясу помогут организовать продажу охлажденного мяса и мясных полуфабрикантов на уровне лучших примеров современного ритейла опять же мы являемся поставщиком оборудования мы поставляем стеллажное технологическое нейтральное светотехническое оборудование опять же его интегрируем что называется вишенкой на торте является наше собственное производство где мы сами делаем изготавливаем мебель и нестандартные элементы оборудования кстати в данный момент наша команда плотно работает над умными кулинарными станциями которые помогут сломать сложившиеся тренды в продаже готовой кулинарии в продуктовом ритейле и как раз пилотный проект суши станции мы будем проводить здесь в зеленом яблоке уже в этом году подробности пока раскрывать не буду надеюсь что мы сможем это потом посмотреть уже когда будем смотреть новые магазины но в двадцать четвером году мы представим всю линейку наших кулинарных станций и в том числе покажем их на предстоящих мест замечательно ну что ж ну и давайте уже такой вот всегда важный вопрос насколько все-таки дизайн визуальное оформление смена визуального образа торговой сети или там конкретно торговой точки влияет в итоге не показатели можете ли вы здесь вот прямо конкретно сказать что вот мы сделали дизайн мы точно там больше половину там или там 70 процентов внедрили того что хотели изменить и они действительно принесли результаты виде там роста трафика там действительно это посетить считаем деньги считаем результат но тут наверное вопрос с подвохом редко когда ритейлеры меняют визуальный образ не погружаясь глубже не переделывая ассортиментную матрицу или технологические решения или в общем меняя концепт но если сделать все правильно если подойти к этому вопросу верно то можно получить достаточные приросты на уровне 20 30 процентов некоторых случаях на нашем опыте это может доходить до 50 процентов и наверное здесь повторюсь что мы точно знаем как это сделать правильно спасибо большое андрей вот такая небольшая врезка взгляд поставщика на в рамках экспедиции ритейл который в очередной раз мы получили уже данном случае с помощью ритейл студия арго очень надеюсь у нас будет возможность смотреть еще эти объекты которые делали коллеги и это действительно интересно потому что ту работу которую вы делаете вы в данном случае там ритейл студия арго и вы те партнеры которые регулярно создают магазины в разных наших городах но это действительно очень сложная работа которой надо делиться проявлять и надеюсь у нас таких эфиров станет чуть больше время уже точно что-то увидели но если вам не хватило посмотрите в разделе экспедиция ритейл те видео которые мы продолжаем создавать в рамках в рамках поездок по регионам россии очень много уже идеи можно подчеркнуть тех видео которые мы создали андрей большое спасибо спасибо наталья ну а вас призываю читайте текстовые материалы которые мы выпускаем по итогам а также приходите на те мероприятия которые мы создаем рамках собственной производства к для торговой сети на ритейл тех и других а мета мероприятиях отрасли чтобы максимально погружаться в технологические моменты потому что без этого никуда и до встречи на канале ритейл .ру читайте изучайте делитесь всего доброго